Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и мы говорим на такую тему, почему не завязываются кочаны у капусты и что с этим можно сделать. Одна из первых, но не очевидных причин, по которым плохо завязываются кочаны капуста, это поздная высадка рассады в грунт. Необходимо помнить о сроках созревания капусты, о временных отрезках, которые отведены производителем до завязывания кочанов. Это может быть и 60, и 80 дней. И обязательно ввести корректировку на эти цифры с учетом своих особенностей и возможностей на участке. Вторая причина, более очевидная, это обилие вредителей, которые повреждают листовые поверхности наших кочанов, будущих кочанов. Соответственно, это уменьшает площадь фотосинтезирующей поверхности, растения недополучают органического вещества, и таким образом дозируют ту плодовую нагрузку, которую они способны выкормить. Соответственно, кочаны становятся мельче, хуже завязываются или не завязываются вовсе. Поэтому не забываем о проведении профилактических и лечебных обработок, направленных на увеличение урожайности капуста. Третья, но не очень очевидная причина, по которой плохо завязываются кочаны, это удаление нижних листьев. Зачастую, когда мы приходим на свои капустные плантации, мы берем секатор или нож в руки и для красоты, для лучшей эстетики, на наш взгляд, начинаем удалять нижние лежащие листья. Но необходимо понимать, что любые листья, которые находятся в стадии активного фотосинтеза, нужны растениям. И когда мы удаляем листья, то растение вынуждено дополнительно из центра кочана выпускать лист для того, чтобы заместить удаленные. Соответственно, один удаленный лист это отодвигание завязывания кочана на неделю. Чем больше нижних листьев мы удаляем, тем на более продолжительное время мы отодвигаем завязывание кочанов. Четвертая причина, по которой плохо завязываются кочаны, это погодные условия. Капуста холодолюбивая культура, относится к категории культур длинного дня. Поэтому ей необходимо для полноценного завязывания закладки кочанов оптимальная температура в районе 20-22 градусов. А если у нас постоянное активное палящее солнце, температура воздуха 27-30 градусов, то тогда растение в лучшем случае отодвигает сроки завязывания кочанов, в худшем случае выпускает цветочную стрелку. Поэтому подбираем сорта и гибриды, которые менее требовательны к погодным условиям, к активному солнцу. И также не забываем о том, что для любых капуст лучшим будет размещение в более теневых частях наших участков, чтобы стабильно после обеда было рассеянное полузатененное солнце. Пятая и завершающая причина, о которой я хотела бы сказать, это недостаток питания. Капуста, как и все плодообразующие овощи на нашем огороде, во время плодообразования нуждается в таком элементе питания, как калий. Поэтому минимум 2, а лучше 3 раза за момент начала завязывания кочанов нам необходимо провести калийную подкормку. Можно использовать как сульфат калия, так и монофосфат калия из расчета 10 грамм на 10 литров воды. Также можно использовать гумат калия из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды. Можно вести как корневую, так и листовую обработку. Но ввиду того, что как правило у кучаных капуст лист имеет восковой налет, то для закрепления любых жидких растворов, которые мы вносим по листу, необходимо обязательно использовать прилипатель. В качестве прилипателя можно использовать, например, органические в виде жидких мыл. Если жидкое мыло отсутствует, то тогда готовим самостоятельный раствор из 10 литров воды с добавлением в него 100 грамм мелко измельченного твердого кускового мыла. И будьте уверены, что такой прилипатель хорошо сработает на листовых поверхностях капусты. И напоследок помните, что капуста, как и любое растение, ориентируется на те условия, в которых она произрастает. Если будет не хватать влаги, то капуста будет оттягивать завязыванием кучанов. Если будет достаточно обильное количество влаги, переувлажнение, то клетки не будут успевать делиться, растягиваться и будет происходить растрескивание кучанов. Поэтому по возможности контролируем влажность в почвенном горизонте корневой системы капусты. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч на канале Прответок. Не забывайте про подписки и лайки.